Всем привет! Вы на канале правильный выбор и в этом видео я расскажу вам о лучших смартфонах, относящихся к среднему классу, которые пользуются большой популярностью. Я расскажу вам об особенностях этих смартфонов, а узнать актуальные цены на них вы сможете в интернет-магазинах, ссылки на которые мы оставили в описании. Итак, не будем тратить время зря, устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайки и комментарии, а я начинаю. Открывает наш топ Samsung Galaxy A73 5G. Несмотря на принадлежность к среднему классу смартфонов, он может похвастаться такой флагманской фишкой, как влагозащищенный корпус, соответствующий стандарту IP67. Из других особенностей данного аппарата стоит отметить, что он имеет большой и яркий дисплей с диагональю 6,7 дюйма, который примечателен отличной цветопередачей и поддержкой частоты обновления 120 Гц, обеспечивающей плавное отображение просматриваемого контента. Помимо этого смартфон может похвастаться высокопроизводительным процессором Snapdragon 778G, который отлично справляется с любыми задачами и обеспечивает быструю работу устройства. А что касается фото возможностей этого смартфона, то он выделяется на фоне многих конкурентов своей 108-мегапиксельной камерой с поддержкой оптической стабилизации, которая позволит делать красивые высокодетализированные снимки при любых условиях съемки и записывать видео в 4К разрешении. Другие камеры смартфона тоже не разочаруют и порадуют пользователей высоким качеством фоток при различных сценариях съемки. Ну а что касается автономности этого смартфона, то за нее отвечает батарея емкостью 5000 мАч, которая обеспечит ему долгое время работы без подзарядки. В общем, это отличный смартфон, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Следующий герой нашего топа – Realme GT Neo 3T. Данный смартфон имеет хороший AMOLED-экран, поддерживающий частоту обновления 120 Гц, обеспечивающий отличную цветопередачу, а также имеющий высокий запас яркости, что позволяет отчетливо видеть информацию на экране даже на улице в солнечную погоду. Также данный смартфон может похвастаться процессором Snapdragon 870, обеспечивающим ему высокую производительность, быстрым откликом экрана и системой охлаждения, что делает данный аппарат отличным вариантом для игр. Помимо этого он может похвастаться хорошим качеством съемки на основную 64-мегапиксельную камеру, как в светлое, так и в темное время суток. Фронтальная камера этого смартфона тоже не разочарует и порадует пользователей хорошим качеством селфи-снимков. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить быстрый сканер отпечатка пальца, встроенный в экран, и батарею емкостью 5000 мАч, обеспечивающую устройству отличную автономность. А еще этот смартфон поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, благодаря которой очень быстро восстанавливает заряд батареи. Продолжает наш топ OnePlus 9 RT. Этот смартфон имеет отличный AMOLED-дисплей с диагональю 6,62 дюйма, с высоким разрешением и с частотой обновления 120 Гц, на котором будет комфортно смотреть видео, читать или играть. Кстати, игры такой смартфон тянет отлично, а даже требовательные и на высоких настройках за счет мощного процессора Snapdragon 888. По части съемки такой смартфон тоже хорош. Его 50-мегапиксельная основная камера поддерживает оптическую стабилизацию и обеспечивает отличное качество снимков в любых условиях съемки и позволяет записывать видео в разрешении 4К. Ну а что касается автономности, то за нее в смартфоне отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч, который обеспечивает целый день активного использования без необходимости подключения к розетке. Также стоит отметить, что смартфон еще и поддерживает 65-ваттную зарядку, которая позволяет всего за 30 минут полностью зарядить аккумулятор. Следующий герой нашего топа – смартфон Realme GT Master Edition. Он тоже может похвастаться ярким Super AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Высокопроизводительным процессором Snapdragon 778G, благодаря которому отлично справляется с повседневными задачами, требовательными приложениями и играми, а также хорошим качеством съемки как на основную, так и на фронтальную камеры, получившие сенсоры разрешением 64 и 32 мегапикселя. Ну а за автономность этого смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4300 мАч, который обеспечивает целый день работы. Также стоит отметить, что этот смартфон быстро заряжается. Ему достаточно получаса, чтобы зарядить аккумулятор с 0 до 100%. Короче говоря, это хороший вариант для покупки среди смартфонов среднего класса. Ну а узнать актуальные цены на этот и другие смартфоны, попавшие в данный топ, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые мы оставили в описании. Далее в нашем топе идет смартфон OnePlus Ace. Он может похвастаться качественным OLED-экраном с отличной цветопередачей, частотой обновления 120 Гц и высоким запасом яркости. Кроме того, смартфон примечателен высокопроизводительным процессором Dimensity 8100 Max, который хорошо справляется с любыми задачами и обеспечивает быструю работу интерфейса и приложений. Ну а по части съемки в этом смартфоне стоит отметить основную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, которая делает снимки хорошего качества даже в условиях недостаточного освещения. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить хорошую селфи-камеру, стереодинамики, быстрый сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 4500 мАч, которого хватает на сутки активного пользования. А еще этот смартфон может похвастаться поддержкой 150-ваттной зарядки, которая за 5 минут способна восстанавливать до 50% заряда его аккумулятора. Продолжает наш топ Realme 9 Pro. Данный смартфон может похвастаться большим экраном с частотой обновления 120 Гц, хорошей производительностью, которую обеспечивает процессор Snapdragon 695 и своей основной камерой, получившей сенсор с разрешением 50 мегапикселей, который позволит не только делать красивые снимки с высокой детализацией. Помимо этого, Realme 9 Pro может похвастаться быстрым сканером отпечатка пальца и долгим временем автономной работы благодаря батарее емкостью 5000 мАч. Ну а благодаря поддержке технологии быстрой зарядки на восстановление заряда батареи такого смартфона будет уходить немного времени. Следующий герой нашего топа смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Среди его достоинств хочется отметить большой яркий AMOLED дисплей с диагональю 6,55 дюйма, который обеспечивает отличную цветопередачу и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Также смартфон может похвастаться процессором Snapdragon 778G, который обеспечивает быструю работу в любых сценариях использования и хорошим качеством съемки благодаря 64-мегапиксельной камере и поддержке алгоритмов искусственного интеллекта, работающих над улучшением фоток. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, быстрый сканер отпечатка пальца, стекло Gorilla Glass, защищающие экран от царапин, а также быструю зарядку и батарею емкостью 4250 мАч, которая позволит активно эксплуатировать смартфон в течение целого дня. Еще один представитель компании Xiaomi в нашем топе – смартфон Poco X4 Pro 5G. Он оснащен большим и ярким Super AMOLED-экраном с хорошей цветопередачей, высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц, на котором будет комфортно смотреть различный контент. Также стоит отметить хорошую производительность смартфона и 108-мегапиксельную камеру, на которую можно будет делать качественные снимки с высокой детализацией. Фронтальная камера этого смартфона тоже не разочарует и позволит делать красивые селфи-снимки. Ну а что касается автономности данного аппарата, то благодаря батарее емкостью 5000 мАч он сможет целый день обходиться без подключения к розетке или пауэрбанку. Также стоит отметить, что благодаря поддержке зарядки мощностью 67 Вт такой смартфон очень быстро заряжается. Продолжает наш топ смартфон Oppo Reno 7 4G. Он может похвастаться большим и ярким AMOLED-дисплеем с диагональю 6,43 дюйма, отличной цветопередачей и частотой обновления 90 Гц. Также стоит отметить, что в смартфоне установлен процессор Snapdragon 680, обеспечивающий ему быструю работу. А что касается фото возможности этого аппарата, то его 64-мегапиксельная основная камера порадует высокой детализацией снимков даже в условиях недостаточного освещения и возможностью записи видео в 4К. Также стоит отметить, что смартфон оснащен фронтальной камерой с разрешением 32 мегапикселя, которая обеспечит создание красивых селфи-снимков с высокой детализацией. Ну а что касается автономности данного смартфона, то благодаря аккумулятору емкостью 4500 мАч, даже при активном использовании он сможет обходиться целый день без подключения к розетке. А благодаря поддержке 33-ваттной зарядки на восполнение аккумулятора энергии будет уходить совсем немного времени. Завершает наш топ смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro NFC. Он имеет большой яркий AMOLED дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Оснащен процессором Helio G96 от Mediatek, который обеспечивает хорошую производительность, а также примечателен 108-мегапиксельной основной камерой, которая позволит делать снимки хорошего качества с высокой детализацией и записывать видео в 4К разрешении. Также стоит отметить, что смартфон имеет хорошую фронтальную камеру, быстрый сканер отпечатка пальца и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, благодаря которой очень быстро восстанавливает заряд батареи. Ну а что касается самой батареи этого смартфона, то ее емкость составляет 5000 мАч, и ее вполне хватает на сутки активного пользования смартфоном без подзарядки. На этом у меня все. Напоминаю, что в описании мы оставили ссылки, перейдя по которым можно будет узнать актуальные цены на всех героев видео. Пишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Правильный Выбор.